16 июня в Челябинской области на ремонтируемом участке трассы М-50 Урал произошло серьезное ДТП. Виновником аварии оказался водитель фуры. По предварительным данным у грузовика отказала тормозная система и он столкнулся с впереди движущимися четырьмя легковыми автомобилями и грузовиком. Два участника ДТП погибли на месте, другие семь получили травмы различной степени тяжести. В этот же день сотрудники госавтоинспекции Рязанской области провели рейд – контроль безопасности дорожного движения. Инспекторы ГИБДД проверяли техническое состояние транспортных средств, в частности грузовиков и автобусов. Согласно правилам, перед поездкой водитель в обязательном порядке должен проверить его на отсутствие неисправности, при которых запрещена эксплуатация. Однако зачастую автолюбители игнорируют факт каких-то неисправностей, поэтому госавтоинспекторы проверяют транспорт на соответствии предписанных законам условиям эксплуатации. Особое внимание уделив транспорту осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки. Госавтоинспекторы технического надзора проверяли автотранспорт специальными приборами – дымомерами, газоанализаторами, приборами для диагностирования рулевого управления. В ходе рейда сотрудниками ГИБДД были задержаны и доставлены на специализированную стоянку два транспортных средства – маршрутный автобус и грузовой автомобиль «Шакман», у которых была неисправна тормозная система. Инспекторы ГИБДД не оставляют без внимания участки дорог, на которых производится ремонт. Следят за состоянием дорожных покрытий, в случае обнаружения недочетов относительно качества дороги принимают необходимые меры по их устранению. Ежесуточный Росинспектор Дорожного надзора производит мониторинг состояния уличной дорожной сети города. В результате выявления нарушений составляют административные материалы, а также выдают предписания лицам, ответственных за соблюдение требований обеспечения безопасности дорожного движения. Рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах области в первую очередь проводятся для того, чтобы призвать автолюбителей неукоснительно соблюдать требования безопасности дорожного движения. Семен Иванов, телекомпания Город.